Здарова! В этом выпуске вы узнаете, как загубить свою карьеру одной фразой, реальную цену футболки Эмпайр, а также как наша комьюнити резко начала хейтить одного перспективного дотера. Мне нужна майка. Дайте мне майку. Уже по традиции напоминаю, что ваши лайки и комменты ускоряют выход следующих роликов. Также теперь топ-комментарии будут попадать прямо в мои видосы. Ну и конечно не забывайте подписываться на канал. Эта история берет начало в 2014 году на серии турниров Техлапс. Техлапс, если что, был известен своими задержками, всякой неудачной организацией турниров и прочими просчетами. Но, знаете, видос-то не об этом. Короче, эти ребята решили разыграть призы среди зрителей и на сцене оказался Ваня Ванскор, который в то время играл за Team Empire. Это была одна из самых топовых СНГ команд того времени. И вот, на вопрос ведущего, что же следует сделать фанатам для получения футболки Empire, Ванскор решил пошутить и ответил – отсосать. К сожалению, видеозапись этого события была удалена, так что показываю лишь скриншот. Самое интересное, что я сам был на том Техлапсе и снимал разный контент. Я фактически стоял в пяти метрах от Ванскора, когда он произнес ту самую эпичную фразу. Я видел реакцию зала и, по сути, люди посмеялись и забыли. То есть, никто не начал кричать «Гоньба Ванскору!» или что-нибудь в этом духе. И через время, ну, буквально через час после этого я записал с Ваней интервью. Мы даже не вспоминали про эти футболки, потому что, ну, это было настолько незначительное событие, что мы просто об этом забыли тут же. Вот, можете сами посмотреть. А по Техлапсу, в общем, ну, скажу честно, задержки остались. Может быть, меньше, но остались. Ну, и все, в общем. Вот только в тот момент Empire были на подъеме. Они были постоянно в топе рейтинга и, например, они выиграли тот самый Техлапс. А вот состав Virtus.pro в тот момент, он терпел неудачи. Они даже на этом Техлапсе заняли третье место из четырех команд. И поэтому, чтобы оставаться как-то в медийном поле, как-то перед спонсорами, так сказать, не опускать голову, они раздували разные скандалы. И этот, собственно, не стал исключением. Начал всю эпопею NS своим твитом. В ответ Ванскор высказался довольно высокомерно. Он пошутил над зрителями якобы без чувства юмора, а также попытался указать ВП на их место. Вот, вот этого реально делать не стоило. И вот тут начинается настоящая жесть. Главный редактор сайта Virtus.pro Гурки в своем блоге опускает Ванскора и называет его шутом и чуть ли не полным дебилом. В ответ менеджер Empire Stranger жестко раскритиковал Гурки. А еще он предоставил новый логотип Virtus.pro. Вот он, на вашем экране. Ну как вам, а? Да-да, в те годы, я абсолютно не рофлю, в те годы медиа-разборки между командами были просто на каком-то... на совершенно ином уровне. И причем после завершения конфликта, кроме Ванскора, вообще никто не подумал извиниться. Своё мнение по ситуации высказал и Вилат. Он в целом поддержал Ванскора и призвал юзеров не устраивать ему публичную казнь из-за первой промашки. Давайте подведем некие итоги. Конечно, Ванскор перегнул с этой шуткой, она была грубоватой, но на дворе все-таки был 2014 год. Всего за пару лет до этого Вилат комментировал в стиле LGD-пушат и выдавал подобные рофлы. Вы что думаете, за пару лет комьюнити может измениться от подвальных стримов до пресс-конференций, которые присутствуют в спорте? Да нет, конечно. Причем вот эти разборки между VP и Empire после всего конфликта, они лишь подтвердили незрелость дота комьюнити на тот момент. Мне нужна майка. Дайте мне майку. Закончить эту историю хочу темой, как сам Ванскор получил футболку Empire. Видос, если что, вот тут. Как ты получил футболку Empire? Приехал на склад. И все? Так просто? Нет, приехал на склад, открыл дверь. Там сидел человек. Так. Пришел, я сказал, я от Саши. Мне нужна майка. Дайте мне майку. Держи майку, все, я уехал, все. Кстати, на Ванскоре это футболочка, которую он выиграл в моем Dota 2 миллионере. И заметьте, он-то вообще-то сам рофлит с этой темы. Да вставай, показывай. Покажи поближе на камеру. Отлично. И тут вы спросите, так а где фраза, которая, в общем-то, загубила карьеру Ванскора? Ну, знаете, вот эта вот шуточка про отцов за футболку, ее Ванскору, в общем-то, простили. Это был такой первый огрех. А вот второй фейл уже никто не забыл. Особенно с учетом того, что после него Ванскор почти не появлялся ни в одной тир-один команде. Факер, напомни-ка мне цитатку. Только я буду зарабатывать нон-стоп в три раза больше, чем ты, и общаться с кем хочу. Учись дальше, получай узлы с корешок в рашке украшки и страдай. Вот такая вот история с Ванскором. Хотелось бы, конечно, чтобы он камбэкнул на про-сцену. А то его что-то давненько не видно. Ну, а с вами был Морф. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал. До новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok